Скупой платит дважды. В регионе участились случаи самовольного переустройства внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования. За показательным примером далеко ходить не надо. В понедельник утром в СМИ появилась информация о том, что из-за ошибки при установке колонки в одной из квартир в Новых Горках пострадали три человека. Примечательно, что самостоятельно заменили колонку соседи. Отвод от нее жильцы квартиры номер 23 подключили к общему с 22-й квартирой вентканалу. Как следствие, отравление угарным газом получили трехлетний ребенок, его мама и бабушка. Все трое госпитализированы. С начала 2015 года в областном центре зафиксировано 17 случаев, когда гореумельцы пытались заменить водонагревательную колонку, не прибегая к помощи лицензированных специалистов. Как показывает практика, ничем хорошим это не закончилось. К сожалению, жители обращаются для замены газовых протаченных нагревателей и колонок к частным каким-то структурам, а иногда в основной своей массе пытаются заменить эти газовые колонки самолично, своими силами, ощущая, что они готовы это сделать без нанесения какого-либо ущерба. В итоге вода попадает в газопроводы внутридомовые, значит скапливается там, образуются пробки и газ прекращает поступать в квартиры наших граждан. В понедельник на первую полевую улицу с профилактическим рейдом выехала бригада газовиков во главе с начальником управления ЖКХ. Жители одной из квартир оказались законопослушными гражданами. Когда потребовалось заменить колонку, связались с Газпромом и вызвали ремонтников. Цена вопроса порядка трех тысяч рублей. Много времени монтаж не занял. Спустя полчаса на месте старой колонки уже красовалось новое и, что важно, безопасное. По словам специалистов, обращаться к так называемым левакам выходит себе дороже. Если при неправильной установке вода попадает в газопровод, стоимость устранения неполадки составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Когда вода попадает в газопровод, соответственно, это, как вы правильно сказали, прекращается подача газа, а также приводит к ускоренной коррозии газопроводов, как внутренних, так и наружных. Ну и, соответственно, эти газопроводы будут требовать досрочной замены, что, соответственно, если это относится к общему имуществу жилого дома, опять же, ляжет на жителей. За прошедший год по городу Иваново ущерб от неправильно установленного газоиспользующего оборудования составил более 360 тысяч рублей. По области – более 430 тысяч. Газовики не устают повторять, чтобы сэкономить время, деньги и обезопасить себя и свою семью для проведения работ на газовом оборудовании. Необходимо приглашать только сотрудников специализированной организации. В противном случае последствия непредсказуемы. Продолжение следует... Продолжение следует...